Салют братва, с вами Реваз, добро пожаловать в нашу новую 18 серию пути владельца с автосоуна за опыта триллиона. Прямо сейчас давайте заходим в донат, раздел охранники. Я хочу купить себе еще одного вот такого хэллоуинского скуби-ду. Давайте покупаем минус 60 тысяч донат монет. Как раз один слот у меня в принципе имеется. Вот он нам добавился данный сертификат, давайте его распаковываем. Видите имя вашего будущего личного охранника, а бобусик. Все, данного охранника мы успешно создали. Характеристики личных охранников. Из всех, которые здесь есть, мне нужна только вот эта вот 109 характеристика. Улучшение для крафта минус 9%. Шанс выбить ее довольно-таки маленький, ну давайте попробуем. Так, надо еще призывать данного охранника. Сразу парни говорю, что каждая вот такая вот попытка для того, чтобы выбить данную характеристику, обойдется нам в 300 миллионов. Так, все, а бобусик мы призвали. Используем 3 единицы, если не получится, то считайте 300 миллионов просто улетели в мусорку. Шанс конечно маловато, но есть. Так, давайте смотрим. Нет, дальнобойщик, водитель автобуса, пожарные, это нам все не нужно. К сожалению, 300 миллионов просто улетели. Давайте пробуем еще, попытка номер 2. Так, и что у нас здесь? Давайте посмотрим. Опа, зарплата у фракции 20%, блин, хорошее улучшение. Но, к сожалению, это все не то. Еще минус 300 миллионов. Давайте пробуем дальше. Так, тоже, к сожалению, мимо, выпадают вот различные работы. Пришлось еще неплохо так потратиться, и по итогу данные сиропы мы вновь купили. Ну-ка, казино, ну-ка, что ты мне дашь? Шанс ловить пулю плюс 2%, доходы механиков, таксистов, не. Че-то этого еще не дело. Давайте пробуем еще раз. Пожалуйста, дай ты мне топовый улучшение. Минус 9 крафт там. Ух ты, максимальное улучшение зарплаты во фракции. Немного еще улучшения на работу на земной твшке, но та же зарплата металловойщика. Так, ну, знаете, у меня вот есть вот как раз таки один друг, которому данное улучшение было бы в самый раз. И чтобы вы понимали, это тот самый игрок, который в прошлой нашей серии сдавал нам этого охранника с максимальным улучшением. Так, короче, прямо сейчас будет следующий обмен. Мы отдаем нашего вот этого аббусика нашего этого охранника. Давайте ему за 10 тысяч. И помимо данного охранника в доплату, я дам данному игроку довольно-таки другой предмет под названием реактивный двигатель. Так, вот он придет своего охранника, и вот данное улучшение. Мега просто имбовое. Все, данного охранника мы забрали. И давайте передаем ему реактивный двигатель. Все, осколок энергетического щита. Давайте продолжаем, используя максимальное количество попыток. Пока что давайте первый действие попыток, пускаем в ход. Погнали. С данным охранником, но тоже имея такой дом на Вайсити, наши затраты уменьшаются на 41%. Очень высокая такая вот экономия ресурсов. Опа-на, вооо, третий осколок готов. Ну, в принципе, неплохо, 19 попыток потрачено, и еще один осколок успешно скрафтили. Очень много ресурсов улетело, надо по-хорошему теперь докупить. По большему счету, нам нужна просто куча камня. Под накупил еще немного камня, давайте по новой крафтим алюминиевые бутылки. Суммарно использую 117 опыток. Погнали. Опа-на, еще один осколок, обалдеть. Нормально, это уже четвертый осколок, капец, остался еще один, еще один. Как только у нас будет 5 осколков, мы сможем упробовать скрафтить данный энергетический щит. Самое что жесткое, шанс крафта будет 50%. Вы представьте, как будет обидно, если мы не скрафтим. Так, расходую последние попытки, дарю отправлюсь к себе на сервак и докуплю ресурсов. Все, к сожалению, не получилось, надо докупить хлопка, но также лена, отправлюсь к себе на сервак. Ну, в принципе, ресурсов я неплохо тогда купил, лен хлопок вот у меня имеется. Единственная сейчас проблема, это ресурс камень. Все вот эти вот три киоска, которые сейчас находятся в гетто, мы выкупили с моим другом. Прямо сейчас давайте возьмем такой аксессуар под названием кирка, вот она. Давайте возьмем минимальное количество часов, 4 часа, давайте берем. С данным аксессуаром, сейчас саморучно, буду добывать себе данный ресурс. По прибыли, для тех, кому интересно, давайте посмотрим. Сегодня в этом киоске прибыль более сотни миллионов. Ну, аксессуары здесь довольно дорогие, поэтому и такая вот высокая прибыль. Для максимального эффекта, давайте берем нашу переносную лавку и выставляем на скобку камень, как можно больше. Скупаем, допустим, 1000 штук по 45 тысяч, во. Идем к нашему брату-принесу, вон ему же камень потихоньку продают. Покупаем у него разрешение на добычу ресурсов сроком на один день. Все, теперь погнали. Сбегаемся, Джей, как раз на этой шахте будет гораздо проще. Ох, пошло, пошло, посмотрите, камень неплохо так продают. Ух ты, прямо здесь на шахте парень вот поставил себе трейлер. Сейчас из-за того, что данные ресурсы просто взлетели в цене, добывать и зарабатывать на шахте можно теперь гораздо больше. Опа, появился контентик. О, два камня, хорошо. За камень и двор стреляю в упор. Я так понял, если у вас есть биг, Си, Джей, вы уставать никогда не будете. Вот еще одна в залеже, вот только что появилась. Давайте ее тут же забираем. О, нормально, 30 камней еще нам продали. О, два металла, еще лучше, этот ресурс можно продать по 1080. Почаще бы, конечно, спаунивать бы все, и было бы вообще замечательно. Капец, за суперкирку люди дают по 450 миллионов, офигеть. Раньше ее цена была около 300 миллионов. Я так понимаю, тоже вот цене неплохо так выросло. Ох, ничего себе, 863 камня продали. Ну, это уже довольно-таки жестко. Ну, я думаю, мне этого вполне хватит. Так, хорошо, еще бутылочек по крафтере. Давайте используем 10 попыток. Ха, и последний осколок, давай. В любом случае, в этом видеоролике я выбью пятый осколок и буду крафтить данный щит. Если не получится, будет очень трагично, само собой, но сразу говоря, что на этом я не остановлюсь. Дальше я также буду собирать пять осколков, буду потом и крафтить. Если не получится, буду еще раз пробовать до тех пор, пока я его не скрафчу. Свою цель в любом случае все равно выполню. Эх, не хочет, не хочет, зараза. Так, ну, хорошо, давайте немного покрафтим данные бутылки. Ну, в принципе, все, накрафтили 74 алюминиевые бутылки. Теперь давайте используем 10 попыток крафта данного щита. Пятый осколок, пожалуйста, приди, зараза. Как назло, я уверен, данный осколок будет добыть тяжелее всех. Да, тоже мимо, ё-моё. Ух ты, камень, по нормальной цене, да и довольно-таки много, давайте его забираем. Так, ну, хорошо, получается, можем использовать и того еще, ага. Семь попыток. Далее алюминиевые бутылки по-новому придется крафтить. Шанс 2 процента, давай. Боже мой, последний осколок, да выпадет уже наконец-таки, зараза такая, 2 процентная. Я ж все равно, я ж все равно тебя выбью. Не хочет, ты посмотри, до последнего. Опа-на, есть, последняя попытка и убивают данный осколок. Блин, ребят, на самом деле немного очково. Вот я скрафтил данный последний осколок, пятый, и теперь могу попробовать скрафтить данный щит. Ну, если скрафтим, будет очень здорово, я искренне обрадуюсь. Если нет, то, что ж, да, будет немного печально, но мы на этом в любом случае не остановимся, будем продолжать дальше. Все, давайте не будем тянуть кота за яйца, и... Шанс сборки 50 процентов, да! Е-е-е-е! Уйди сюда! Ё-моё, вот он наш красавчик! Обалдеть! Офигеть! Просто, вот это я понимаю, вот это я понимаю, то, что надо. Так, выстреливаю полную обойму, и вот, вот он, ГМ на 3 секунды. Так, по идее, в комбинации с данным оружием, этот щит должен быть максимально беспощаден. Ну-ка, оп-оп-оп-оп-оп, и вот, щит работает. Бежим, 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 опять оп-оп-оп-оп, и опять щит работает. Блин, это полная неуязвимость, это просто жесть! Можно вот так вот постоянно бегать, оставаться неуязвимым. Для тех, кто не знает, этот аксессуар дает неуязвимость на 3 секунды во время перезарядки. А также, с шансом в 2% при попадании по противнику, мы можем вызвать у него эффект опьянения. Блин, слишком жесткий аксессуар, который дает очень крутые бонусы. Защита, максимальное хп, шанс опьянения, н-е-е. Из всех аксессуаров, которые на сегодня есть на проекте, это считается самым лучшим, который идет на спину. Да и вообще, в принципе. Вот только представьте, вот если вы будете стреляться с таким вот, как я, у которого бег СиДжей, вот такие вот дробаши, такой вот щит, он будет постоянно вот так вот стрелять, иметь неуязвимость на 3 секунды. Только вот откдшилось, опять он пострелял, опять неуязвимость будет на 3 секунды, и вот так вот бесконечно. Бесконечный вот такой вот легальный ГМ, это просто жесть. Ну, скорее всего, это пофиксит, к сожалению, скорее всего. Ну, а пока что, можно неплохо так повеселиться. Так, этот охранник свою работу выполнил, давайте вас прячем. Прямо сейчас обмениваю свои завящие монеты на точильные камни, чтобы прокачать данный щит. Используя нашего охранника Элли, я уверен, данный эксуар мы сейчас быстренько заточим. О, все, плюс 12 имеется. Так, будучи на плюс 12, данный щит нам дает минус 22% защиты от урона, плюс 10 максимального хп и шанс 2% на опьянение. Так, еще нужна нашивка на защиту, ну а та же заточку плюс 13. Прибыли на серверовое сити. Так, осколочек нашли. Заточка плюс 13. Используем на наш вот этот новый щит. Все, прокачали до 13 уровня. Кстати, при условии того, что я его снял, он почему-то вот до сих пор висит на мне. Ох ты, нормально так у парня камня, такой его пускать нельзя. Покупаем, на будущее нам определено это все пригодится. Просто давайте пылесосим весь его камень. Так, нашивка на защиту третьего уровня. Все, да, давай. Используем данную нашивку на вот этот аксессуар. Все, вы вставили нашивку в данный аксессуар. Ну и что ж, парни, теперь давайте посмотрим, что он нам по итогу дает. На данном аксессуаре минус 24% защиты, от нашивки еще плюс 3, итого суммарно минус 30. Прямо этого, также еще топовые характеристики. Не, но самое настоящее имбуля. Ну и что ж, парни, на этом данная серия подошла к концу. Эта серия вышла довольно-таки удачной, поскольку в ней мы скрафтили самый топовый и самый другой аксессуар, который только есть на этом проекте. Если вот так вот посчитать, стоимость этого аксессуара будет в районе 10 миллиардов. Судя по тому, какие шансы его крафта, но тоже, сука, ресурсов нужны для его крафта. Цена его, скорее всего, пока что будет расти, потому что он сейчас на хайпе, ресурсы, которые для него нужны, они тоже вот растут в цене очень сильно. В основном это камень и металл, на сериях скупают уже гораздо дороже. И поэтому и крафты данного аксессуара становятся гораздо дороже. Если, парни, вы желаете видеть новый видеоролик в Мороскрея, то все, что вам нужно, это на данной серии набрать полторы тысячи лайков. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее выйдет новая серия. На этом, в принципе, все. Всем желаю удачи! Продолжение следует...